Нет ничего в этом мире более вечного, более качественного и более дорогого, чем то, что сделано в СССР. Совкобарыги очень любят нахваливать хлам, который они продают, потому что они уверены, что на этот мусор есть реальный спрос. Хотя практика показывает, что обоссанные диваны и подранные десятилетиями столы нахрен никому не нужны. В наше время советский хлам находит пристанище на дачах, в гаражах и других местах, куда новую мебель покупать накладно, а старая еще может послужить. Никакой ценности устаревший мусор, конечно же, в себе не несет, если только вы не колхозан, который уверен, что гниющий бабкин буфет это не мусор, а настоящий винтаж, который больше нигде не найти. Почему же советская мебель на самом деле стоит ровным счетом нихрена? Да все просто. Совковый мусор априори не может быть каким-то эксклюзивным или винтажным, просто потому что он есть практически в каждой квартире. Колхозан когда-то где-то слышал, что чем старше вещь, тем она дороже, но ввиду тупости он совершенно не знает о том, откуда берется ценообразование. И уж тем более ему не вдомек, что такое настоящий антиквариат и что такое просто старый советский хлам. Для него это одно и то же, ведь и то, и то просто старые вещи. Рубрика колхозаны на авито выходит уже довольно долго и большинство того мусора, который мы обозревали в предыдущих роликах, по сей день висит на авито. Наверное потому, что среди россиян так мало ценителей настоящей винтажной техники. А может быть потому, что этот хлам даром никому не нужен, чего уж там говорить о каких-то баснословных суммах или самовывозе. Этот выпуск будет посвящен колхозникам, которые продают старую эксклюзивную винтажную мебель прямиком из СССР. И до чего же доводит людей глупость и жадность, мы узнаем из этого видео. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заварите чаек и давайте начнем. Колхозаны! Колхозаны! А сейчас реклама. Эх, хорошая книга. Жалко только, что воды в ней не меньше, чем полезной информации. И поэтому для того, чтобы извлечь из книги важные тезисы, для себя чего-то нового почерпнуть, приходится читать полностью все. Даже то, что тебе нахрен не нужно. Вот бы был такой сервис, который смог бы черпать из книг только самое важное и передавать это читателю. Чтоб читатель получал только самую полезную инфу. И такой сервис действительно есть. Телеграм-канал Книги на миллион. Здесь собраны краткие выжимки из лучших редких книг, которые будет гораздо быстрее и удобнее читать. А также, прочитав выжимку, вы сможете определиться, стоит ли вообще книга вашего времени. Теперь не нужно тратить уйму времени на чтение бесполезного материала. Теперь можно просто ознакомиться с выдержкой и подчеркнуть только самое важное. А если у тебя совсем нет времени читать, то ты можешь слушать аудиокниги. Только представь, ты можешь слушать в аудиоформате только самые полезные выжимки и выдержки из самых полезных книг. И при этом заниматься своими делами. Примечательно то, что все книги и все материалы в Телеграм-канале Книги на миллион абсолютно бесплатны. Вам не нужно ничего платить. Вот прям ни копеечки, ни рубля. Что мы имеем в сухом остатке? Удобный сервис, который черпает только самые важные тезисы из самых полезных книг. Все это абсолютно бесплатно и доступно в самых различных форматах. Переходите, читайте, знакомьтесь с новой литературой. И, конечно же, прокачивайте свои мозги и не благодарите. Ссылка в описании. Любой барыга знает, что для того, чтобы вещь превратилась в эксклюзивный винтажный раритет, нужно придумать этой вещи какую-нибудь интересную историю. Перекупщики автомобилей любят рассказывать, что машина стояла 30 лет в гараже, ей пользовался какой-нибудь дедушка и вообще заводилась она только по воскресеньям, когда он ездил в церковь. Продавцы аудиотехники любезно расскажут вам, что именно на этот магнитофон какой-нибудь известный советский артист записывал свои первые демки. Разумеется, проверить информацию, как правило, либо не представляется возможным, либо на это указывают только косвенные догадки или умозаключения продавца. Проще говоря, вещь винтажная, вещь раритетная, история у нее просто фантастическая, но верить ты мне должен просто на слово. Вот и наш сегодняшний колхозан решил продать не просто железную кровать, перина которой годится только на просеивание песка, а настоящий эксклюзивный старинный раритет, на который спал сам Александр Сергеевич Пушкин. Продается металлическая, в скобках железная, кровать времен СССР, а возможно и царя Гороха. Очень надежная, прослужит еще долгие годы. По непроверенным данным на ней ночевал сам Пушкин, останавливаясь в Оксае на почтовой станции по дороге на Кавказ. Раритет имеет историческую ценность и с годами будет только дорожать. Конечно же, кровать очень старинная, очень старинная, настолько старинная, что даже я в детстве спал на такой же. И конечно же, данные не проверены, и не факт, что Пушкин вообще ночевал именно на этой кровати. Но это не мешает автору объявления поставить на нее довольно внушительный ценник. Как по мне, единственное чудо, которое с этой кроватью свершилось, это то, что она в свое время уцелела и не попала в руки к пионерам, которые собирали металлолом. А еще она смогла пережить наркоманов 90-х, алкашей нулевых, но вот видимо колхозников 21-го года она пережить уже не сможет. Ничто не мешает автору установить на эту кровать символический ценник в 100 тысяч рублей. Да сам Пушкин, будь он живой, скорее всего продавал бы ее дешевле. Но кровать за соточку это еще по-божески, ведь если ты не хочешь покупать железную кровать за 100 тысяч, то придется купить лавочку за 250. Лавочка, сделанная пионерами города-героя Керчь во времена СССР. В единственном экземпляре с вырезанными надписями. Ей 50 лет. Продаю за чисто символическую стоимость 250 тысяч рублей. Только для ценителей истории у лавочки есть своя легенда, которую расскажу ее приобретателю. А что же всем не рассказать-то? Быть может тогда лавочка и дороже бы стоила. Да и желающих купить деревянную лавку за 250 тысяч, возможно, было бы побольше. Но даже если этой лавке 100 лет, она как минимум не может стоить таких денег. Она стоила бы, ну, чуть-чуть дороже обычной лавки. А уж необычные интересные истории есть у каждой лавочки. И даже у некоторых стульев. И по-моему, фраза «только для ценителей истории» здесь немного неуместна. Правильнее было бы сказать «только для доверчивых лохов». Но у таких, к сожалению, как правило, не бывает денег. Но если вы все-таки купили кровать или лавку, то вам наверняка понадобится плед, чтобы укрываться. И, разумеется, плед этот должен быть не абы какой, а родом из СССР. Как по мне, вот это отличный вариант. Удобно, практично, а главное недорого. Всего лишь 500 тысяч рублей. Да за такой винтаж это практически даром. Срочно надо брать. Тем более, что продавец говорит, что его можно использовать и как плед, и как ковер на стену. Так сказать, развеял последние сомнения. 500 тысяч за советский плед, да вы там с ума посходили, что ли? Откуда вы вообще берете такие суммы? Как это вообще к вам в голову приходит? Нездоровая любовь ко всему советскому, как по мне, психическое расстройство. Идеализация прошлого и ностальгия, переросшая в фанатизм. Чем дальше от нас советская эпоха, тем больше небылиц и чудес о ней рассказывают. В СССР и вода была вкуснее, и мороженое слаще, и деревья были выше. И вообще, все, что было в Советском Союзе, было подобно раю на земле. Все, как в песне Егора Летова. Полуумные фанатики, которые уверены, что лучше, чем в СССР, уже никогда ничего не произведут, живут среди нас. И, к великому сожалению, они пользуются такими услугами, как Авито. И вот, что я хотел бы предложить продавцу данного пледа. Ни в коем случае его не продавайте, ведь такая великая музейная реликвия может попасть в плохие руки. Да и вообще, зачем его продавать сейчас? Ведь лет через 10 он уже будет стоить наверняка миллион. Следующая коллекция винтажной мебели будет хорошо известна всем тем, кому доводилось, будучи студентом, снимать квартиру или комнату у какой-нибудь бабки или в коммуналке. Как правило, именно там интерьер обставлен именно такой вот мебелью. И нетрудно догадаться, почему. Потому что ее не жалко, ведь это хлам. Но для кого хлам, а для кого эксклюзивная мебель под реставрацию за символические 50 тысяч рублей. Мне вот интересно, почему ни один продавец этого хлама не возьмет и не отреставрирует этот мусор? Наверное, потому что дорого или накладно. Или, может быть, потому что не имеет смысла. Да кому вообще в 21 веке захочется жить в комнате, обставленной советской мебелью? Есть ли среди вас те, кто хотел бы, чтобы ваша квартира была обставлена вот так вот? Вся эта демагогия с винтажностью, раритетностью и эксклюзивностью превращается в пыль, когда ты осознаешь, что твой дом может выглядеть вот так. Или вот так. Думаю, выбор очевиден. И поняв это, неволе начинаешь угорать с того, как очередной колхозник пытается продать разваливающийся советский хлам за 30 тысяч рублей. На серьезных щах указывая, что вам этот мусор еще и самостоятельно придется вывозить из его квартиры. Или какой-нибудь старый шкаф, который давным-давно превратился в самые настоящие дрова. Вся эта труха не стоит ровным счетом ничего. Единственное, что с ней можно сделать, это растопить печь или сложить тяпки где-нибудь на даче. На большее она уже не потянет. Ну а что же вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваше мнение. Кроме того, я уверен, что многие из вас не смотрели даже и половину роликов на моем канале. Но зачем ждать выхода нового ролика, когда можно посмотреть старые, которые ничуть не хуже? Для вашего удобства я все свои видео разбил на плейлисты, поэтому достаточно зайти на мой канал, нажать вкладку плейлисты и посмотреть видео из любимой рубрики. Там наверняка есть что-нибудь, что вы еще не видели. И разумеется, тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на мой канал и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все, спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме выходные, пока! Субтитры сделал DimaTorzok